Рассмотрим элемент сгиб. Сгиб строится вдоль ребра листового тела. Построим листовое тело прямоугольной формы. Перейдем в панель элементы листового тела, выберем команду «Листовое тело». Построим листовое тело. Сразу зайдем в панель «Переменные» и укажем радиус гиба, равный 2 мм. Перестроим деталь. Зайдем в параметры сервис. Параметры, точность отрисовки и поставим точность отрисовки на максимум. Панели, элементы листового тела, выберем команду. Сгиб. Укажем ребро. Как видите, здесь радиус уже стоит 2 мм, который был указан в переменных. Укажем ребро. Рассмотрим основные параметры. Сгиба. Выберем вид спереди. Первые параметры — это направление. Прямое направление и обратное направление. Следующий параметр — это длина сгиба вдоль относительно расположения на ребре. Может быть по всей длине, по центру. При указании длины будет располагаться по центру, слева. Располагается слева по ребру на указанную ширину. Таким же образом справа, двумя отступами и отступ слева. Сейчас собьем. Отступ слева. И указывается отступ. И длина сгиба. И таким же образом отступ справа. Следующий параметр — это определение расстояния, на которое будет вынесен сгиб. Его можно определить как на расстояние до вершины и до поверхности. Оставим на расстояние. Укажем по всей длине и рассмотрим методы определения. Первый параметр — длина 1. Как видно по стрелке размерной, это чистая длина сгиба. Второй параметр — это длина сгиба, учитывая радиус и толщину металла. Следующий параметр, покасательный здесь, не используется. Также можно построить относительно внутренней поверхности листа и покасание внутри. Эти два параметра покасанию используются в случае, если угол больше 90 градусов. Также очень полезная функция построения угла сгиба по двум сторонам. В данном случае можно указать различные длины с разных сторон, что часто бывает очень удобно. Отредактируем сгиб. Следующий параметр — это определение угла сгиба. Существует два варианта. Просто угол сгиба, либо дополняющий угол сгиба. Ставим обычный угол сгиба. Здесь можно указать интересующий параметр. При переходе в этот параметр угол будет меняться. Также здесь указывается радиус сгиба, внутренний или наружный. Обычно используется внутренний радиус сгиба, то есть радиус используемого инструмента. В данном случае 2 мм, который был указан в переменных. Вернем угол сгиба, равный 90 градусов, и рассмотрим параметр расположения гиба относительно указанного ребра. По умолчанию стоит смещение внутрь, оно указывается нулевым, то есть разницы между смещением внутрь и наружу не будет. В случае, если указать смещение внутрь, в миллиметрах, гиб будет смещаться внутрь. Таким же образом гиб будет смещаться наружу. Также можно сделать, указать по внешней линии контура, то есть наружная плоскость будет совпадать с торцом детали. И по внутренней линии контура, то есть внутренняя плоскость, будет совпадать с торцом детали. И по касанию гибу будет использоваться в случае, если угол не 90 градусов. Перейдем во вкладку «Боковые стороны». В данной вкладке производится работа над боковыми сторонами сгиба. Существует два варианта работы, либо уклон, либо расширение. Рассмотрим уклон. Где существует уклон? Слева и справа. Укажем уклон слева. Уклон может быть положительным и отрицательным. Также второй параметр — это угол на сгибе. То есть на самом сгибе тоже можно добавить угол, но не рекомендуется этого делать. Второй вариант построения — это расширение угла. расширение боковой стороны. Выбрав его и указав миллиметр, можно либо расширить гиб, либо сузить гиб. Важной настройкой является вкладка «Освобождение». Укажем расширение сгиба равным нулю, создадим объект. Для того, чтобы редактировать объект, нужно дважды кликнуть по самому сгибу. И укажем расположение сгиба, смещение внутрь. И укажем значение. Создадим элемент. В дереве построения отодвинем нижний бегунок на один уровень вверх, отменим построение и построим несколько сгибов нашей пересекающейся кромки. Вернем сгиб обратно. Как видите, построение выполнено неудачно. Зайдем в «Редактирование данного сгиба» и перейдем во вкладку «Освобождение». Выберем команду «Освобождение». В случае выбора параметра «Только сгиб» создадим объект. Будет выбран лишний материал только на сгибе. Отредактируем. Сгиб. Перейдем во вкладку «Освобождение». Выберем сгиб и его продолжение. В данном случае будет срезан сгиб и его продолжение до следующего сгиба, если сгиб имеется либо до конца. Создадим объект. Отредактируем сгиб. И третий вариант построения. Это все сгибы. В данном случае будут срезаны все сгибы. И построение развертки будет выполнено правильно. В необходимое вз mamy по hai tienes. Продолжение следует...